Полигон ТБО в Новочебоксарске еще находится на стадии строительства, но уже привлекает к себе внимание со стороны других регионов. Объект возводится в кратчайшие сроки, будет оснащен самым современным оборудованием. Проект объединил мировые практики переработки отходов. Наш опыт заинтересовал правительство Кировской области. Делегации во главе с заместителем председателя правительства Сергеем Щерчковым продемонстрировали полный цикл работы конвейерных линий. Весь собранный в Чебоксарах мусор отправляется на городскую перегрузочную станцию, которая будет работать круглосуточно. Пока она работает в тестовом режиме на холостом ходу. Но специально для гостей ее наполнили пластиковыми бутылками. Это матисон, написан, это разрыватель. То есть мусор, он в основном приходит весь в пакетах, бытовой мусор. Туда его загружают, соответственно, он проходит через определенные ножницы, которые все эти пакеты вскрывают. После этих пакетов по конвейеру подается в такой вот барабан, грохот называется, где происходит сортировка фракций на крупную фракцию, на мелкую фракцию. Соответственно, эти фракции расходятся по разным линиям. Дальше уже идет сортировка. Стоят люди на конвейерах и сортируют, отделяют стекло, бумагу, пластик, металл. Все по разным бункерам. Тот мусор, что подходит для утилизации, то есть вторичной обработки, складируется на территории станции и ждет своего покупателя. Остальное прессуется и отправляется на полигон в Новочебоксарск на специальных автопоездах. Такими тюками будет загружаться на полигон. Соответственно, этот отход уже не впитывает влагу. Будет укладываться, пересыпаться землей и дальше, дальше, дальше. Это у нас по проекту, так, и прошло государство экологической экспертизы в Москве. Здесь рассчитан сейчас завод, ну, как бы, когда мы его к первому числу введем полностью. Он будет рассчитан на Новочебоксарск, Чебоксарский район, плюс еще Марпасад, он сможет потянуть сейчас именно. И, допустим, Канажский район. Но именно с тем, что республикой и городом поставлена задача именно принимать мусор максимально возможно, вот здесь, если вы видели, подготовлено сейчас под одну линию и будет создана. Одна линия к 1 октября будет работать. А если понадобится, тут же быстренько создается вторая линия. Уже цех, сразу предназначенный проект, чтобы создать вторую линию. В очень быстром объеме. Тогда мы вообще всю республику здесь можем принимать. С 1 января этого года законодательство в сфере обращения с ТБО изменилось. Теперь все полномочия в этом вопросе перешли от муниципалитетов на уровень региона. Но фактически именно муниципалитет будет нести ответственность перед населением. Мы в ближайшее звено к населению. И население все равно будет спрашивать нас, отвечаем мы за это или нет. Будет организован сбор или не будет. Наша именно задача, как можно, наверное, качественнее сделать эту работу. Строительством полигона ТБО для республики занимается компания «Концессионер» управления отходами. С помощью концессионных облигаций в Чувашию привлечены средства негосударственного пенсионного фонда «Лидер». Таким образом, республика тратит на объект минимум бюджетных средств. Но после сдачи он полностью переходит в ее собственность. Это еще одна причина, почему правительство Кировской области заинтересовалось данным проектом. Честно скажу, вот мое первое впечатление, что... А я до этого посмотрел опыт Москвы, опыт Перми, опыт Липецка. Вот мое первое впечатление, что Чувашия в этом вопросе впереди планеты всей. То, что мы увидели и то, в какие сроки это сделано, это на самом деле просто фантастика с моей точки зрения. Проехали сегодня по Чебоксарам. Очень приятное впечатление, потому что я в первые разы приезжал, так честно говоря, ночью и не очень видел там. Очень красивый, очень чистый город. Я думаю, что вот когда эта вся система запустится, а я уверен, что она запустится, потому что мы посмотрели вот в тестовом режиме, как все это работает, то город и республика будут еще чище. Тестовый режим работы для Чебоксарской перегрузочной станции и полигона ТБО завершится 8 сентября. В этот день сюда приедут первые мусоровозы, а 1 октября закроют ворота на Пехтулинскую свалку, и полигон заработает в полном режиме. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова